Михаил, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в такую ситуацию? В 2020 году я попал под влияние деструктивных ресурсов. Участвовал в акциях протестов, ходил по городу в маршах, развешивал ленточки. Какие ленточки? Белокрасно-белые ленточки. Потом попал в дворовые чаты, начал читать информацию, общаться с людьми и узнал о проводимой акции «Шашлычки», на которую решил поучаствовать и познакомиться с остальными людьми. А что собой представляла эта акция «Шашлычки»? Ну, в моем понимании это было знакомство с людьми нашего города, которые протестно настроены. Сейчас я понимаю. Тогда я думал, что это игра. Потом мне стало понятно, что некоторые организаторы целенаправленно убеждали участников выходить на несанкционированные акции. Участвовали ли вы после этого еще в каких-либо акциях? Нет, после этого я решил прекратить общение в каких-либо группах, но поддерживал с отдельными участниками личное общение. Под Новый год меня спросили мнение по поводу одной из планируемых акций. Она называлась «День памяти», по-моему. Меня спросили насчет имитации ранения. Я сказал, что смогу помочь с этим и предложил сделать устройство, как в фильмах у каскадеров. Расскажите, что собой представляло это устройство? По сути, ничего сложного. Это петарда, можно сказать. Она делалась из проволоки для воспламенения и подключаемой к ней батарейки для активации. То есть, по факту, это была миниатюрная бомба? Можно и так сказать. Для чего она была нужна? Для имитации выстрела. Страшно представить, что было бы, если бы нашего антигероя вовремя не остановили правоохранителя. Манипуляция сознанием не новое психологическое воздействие. Это механизм деструктивных сил, с помощью которого они пытались овладеть умами белорусов. Через визуализацию формировали злой образ правоохранителей. Взять даже элементарное устройство, с помощью которого имитировали выстрел в, казалось бы, безвинного ангела. Вот так враги и побуждали простых людей к радикальным действиям. Признаю свою вину и искренне сожалею о содеянном. Не советую никому пытаться подобным заниматься или пробовать повторить. Создавать какие-то взрывные устройства, пусть даже которые, на первый взгляд, кажутся безобидными. Потому как они могут привести к печальным последствиям или служить для кого-то уроком. Сейчас действиям Михаила дается правовая оценка. И в случае на лечебник состава преступления, соответствующей статьей Уголовного кодекса Республики Беларусь, он будет привлечен к уголовной ответственности. Но мы напоминаем, за действия, совершенные против нашего государства, придется ответить в соответствии с законодательством. В наших следующих эксклюзивных репортажах мы расскажем о том, как оперативники задержали группу экстремистов, которые были участниками мероприятия «Шашлычок» и совершали другие действия по дестабилизации обстановки в нашей стране. В ближайшее время ждите анонс. Будет очень интересно.